Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы продолжаем обсуждать пребывание Лены Хэппи в доме бывшего мужа Кристины Мотиватора Стива. И мне кажется, что Лене потихонечку начинает надоедать то, как к ней относятся и Кристина, и Стив. Ну, во-первых, начнем с того, что Лену оставили без десерта. Лена из-за праздничного стола вышла, не попробовав этот самый знаменитый тортик, который так нахваливала Кристина. И цену назвала, и сказала, что он без консервантов и без каких-то добавок. Этот торт нам два дня показывали, какой он большой и какой он красивый. Но у Лены кусок этого торта практически вырвали изо рта. То есть получился конфуз. Гости сели за стол. Среди гостей, помимо Пресвятой Троицы плюс Лена, то есть Кристина, Стив, Кассандра и Лена, были еще двое приглашенных родственники Стива. Перед каждым поставили порционно нарезанный тортик в тарелочке. Лена уселась и увидела, что перед ней стоит большой кусок торта, посыпанный ягодками. Кусок этот был действительно больше, чем у других, и Лена резонно спросила, а почему мне такой большой кусок? На что Кристина невозмутимо ответила, мол, большому кораблю большое плавание. То есть ты у нас тут самая большая, тебе полагается и самый большой кусок. То есть самым голодным самый большой кусок. Лену это, естественно, покоробило. Но тут вдруг выяснилось, что оказывается этот большой кусок с ягодами, красивый большой кусок, Стив приготовил для себя, отрезал его для себя. А его Кристина по ошибке подсунула Лене, ну, видимо, подумав гостя. Ну, как мы думаем, что к нам гость приехал, издалека потратился. Давайте ему отдадим лакомый кусочек, покажем, что мы хорошие хозяева. Ну, естественно, что Стив так не думает. Стив жлоб. Стив эгоист. Он думает только о себе. И, естественно, он отрезал самый лучший, самый красивый, самый большой кусок для себя. Ну, во-первых, потому что это его день рождения, он так может это аргументировать. Ну, а во-вторых, потому что он не прочь пожрать. Вот когда уже заплатили, когда уже что-то есть, он не прочь это все схомячить. Понимаете? Неприятный тип, я еще об этом скажу. Но факт тот, что Лене в очередной раз подпортили настроение за столом. Потому что, когда Стив увидел, что его кусок, посыпанный ягодками, поставили Лене, он подбежал к ней, вырвал его из рук Лены, поставил перед собою, а Лене подсунули другой скромненький кусочек, маленький кусочек, без ягодок. Понимаете? Ну, и это не самое страшное, а самое неприятное то, что Лене сказали большому кораблю большое плавание. Понимаете? Вы, знаете, обосрали за просто так, потому что кусок этот большой с ягодками вам все равно не достался, да? А осадочек остался. Ну и это не самое страшное, потому что Лена, оскорбленная в своих чувствах, не прикоснулась к тому другому кусочку, к маленькому, который перед нею поставили. Она не стала его есть. Ну, понимаете, когда вас попрекают куском торта, вы уже не хотите его есть. Я бы демонстративно съел, да еще бы добавки попросил. Понимаете, это чаепитие было ужасным, потому что это не было чаепитием. Даже чаю не поставили, потому что Кристина сказала, что они в Америке чай не пьют со сладостями. Это неправда. Когда приходят гости, то порядочные хозяева обязательно спрашивают. Даже если они сами не пьют ни чай, ни кофе, они всегда спрашивают своих гостей, когда подают десерт. Кому чай, кому кофе? И люди, например, поднимают руку или говорят, мне чай, а мне, пожалуйста, кофе. Это нормально. Естественно, что во время приема десерта большинство людей, большинство хороших хозяев предлагает горячий напиток. Я это делаю всегда, ну и даже среди моих американских друзей всегда такое наблюдается. Кому чай, кому кофе. Но это в приличных домах. А что ожидать от этих жлобов? Что Кристина, подпевающая этому садисту Стиву, который еще больший жлоб, как она рассказывала про то, как Стив гонял ее голодную спать, и она мучилась, и живот у нее журчал, но вот зато истощала, исхудала и усохла. Если бы это еще было красиво, мы бы поняли. Но мне кажется, что все-таки ничего страшного нет, если женщина немножко мягкая, что если у женщины есть грудь, есть попка, и не нужно сходить с ума, и не обязательно доводить себя до такого состояния, как Кристина. Ну, это как бы на вкус и цвет, как говорится. Я сейчас не буду обсуждать внешность, но возвращаюсь к тому, что Лену-то оставили вообще без куска торта. Лена пошла спать, не прикоснувшись к своему десерту, но, естественно, проснувшись рано утром, в доме не было никого, Кристина уехала вечером, слава богу, это вообще невыносимо на нее смотреть. Я теперь понимаю, почему я ее не смотрю, отвратная тетка, и я понимаю, почему Лена начинает внутри все бурлить, кипеть, потому что Кристина не фильтрует базар, оскорбляет, унижает. Ну, неприятно просто на нее смотреть, и если она думает, что она красотка, то она, конечно же, глубоко ошибается, потому что вот такая усохшая, выглядящая намного старше своих лет тетушка, ничего с собой интересного не представляет. А уж как она жила с этим Стивом Кощеем Бессмертным, который чахнет над какими-то там таблетками, но это уже вообще уму непостижимо, хочет жить до 120 лет этот Стив, представляете? А зачем, спрашивается? Зачем жить до 120 лет этой никчемной жизнью? Старик, выглядит старше своих лет, изброжденный глубокими морщинами, одинокий, потому что он никогда никого не впустит в свою жизнь. Он крот из сказки «Дюймовочка». То есть, когда он приходит на свидание, первое, что он спрашивает, это то, сколько на завтрак съедает девушка. И только если она отвечает ему, что на завтрак она съедает ползернышка пшена и запивает все это в маковой рассой, то тогда он готов с нею встречаться. А ведь он облизнулся, когда узнал, что Лена встречается с мальчиком 28 лет. И он сказал Лене, что он не прочь бы тоже повстречаться с девушкой 28-летней. Но я так понимаю, что сумасшедших нет. Это Кристина из надобности, потому что не было выбора, потому что возраст поджимал, и нужно было хоть кого-то на себя женить и вырваться из того ужаса, из той беспросветности, в которой она пребывала, в которой она жила. И ради этого она готова была подстраиваться под этого Стива, но и даже и Кристина не выдержала. И Кристина сбежала от этого ужаса на крыльях ночи. Но опять я возвращаюсь к куску торта, никак не могу рассказать эту историю. Короче, Лена просыпается утром дома, слава тебе, Господи, никого нет. Нет этого Стива, который со своими проповедями уже достал, от которого уже болит голова. А тут пустой дом, Лена рада, Лена счастлива, Лена улыбается. И Лена первым делом пошла к холодильнику в поисках своего кусочка торта. Того кусочка торта маленького, который перед ней поставили вечером, но которому она не прикоснулась, в надежде, что его, этот кусочек, сохранили для нее, положили в холодильник. И вот сейчас бы она его с удовольствием бы оприходовала, запив водой. Ну это вообще извращение, конечно, ребята, запивать тортик с кремом холодной водой. У меня просто слов нет, нервов нет. Вот на такое, такой здоровый образ жизни засуньте себе подальше, как говорится. Ну так ладно. И Лена, открыв холодильник, поняла, что и след простыл этого куска торта. Нет его. Неужели это правда, говорит Лена, что Стив замораживает остатки торта, то есть складывает их в контейнер и кладет в морозилку. А потом, когда ему надо, на какое-то другое мероприятие он будет доставать, и у него снова будет торт. И открыв морозилку, она действительно это увидела и нам показала. Ну в принципе, в этом, как бы в том, что замораживают и выпечку, и все такое, ничего странного нет. Я знаю, что это обычная практика. Но факт тот, что и Ленин маленький кусочек, видимо, тоже туда засунули. То есть Лене так и не удалось попробовать этот знаменитый торт, который так нахваливали, и так нахваливали, и показали, как он выглядит внутри, и показали, как он выглядит снаружи, и сказали, что в нем нет никаких добавок, и нет никаких консервантов. Боже мой, какой тортик, и цена шикарная, всего 60 баксов. Но Лене не дали попробовать. Хотя в этом есть и Ленина вина. Не нужно было воротить морду, а нужно было бы проглотить, как говорится, свою гордость, засунуть ее подальше и съесть этот тортик врагу назло. И пусть бы они подавились, понимаете, со своими диетами. Лену ведь гонят еще и поститься, представляете, этот Кощей. Степан спрашивает у Лены, а вы слышали когда-нибудь о посте? Лена говорит, ой, слышала, но это не для меня. Я же говорю, что эта семейка живет по следующему принципу. Когда мы дома, мы ничего не едим, мы практически постимся, а как только мы выходим в свет или есть какое-то мероприятие и уже купили тортик, мы едим себя неограничиванием, потому что Лена подкальнула ведь Кристину в последнем видео, когда она показывает Кристину вот в этом вот коротеньком платьице, которое для Кристины из шкафа достал Ханни, сказал, вот надень, я хочу тебя видеть в этом платье, сверху крутежка. Лена подкальнула Кристину, сказав, вот сейчас я буду показывать, как Кристина ест тортик и все подряд. Кристина сказала, да, я все подряд ем. Когда какие-то мероприятия, дни рождения, я себя вообще не ограничиваю. Ну, когда возвращаюсь домой, то все, я ничего не ем. Только вода, вода, фильтрованная вода. Ешь вода, пей вода, как говорится. И даже в ресторане Лена поступила своенравно, опять же таки, наверное, чтобы показать, что ей уже все поднадоело. Тогда как все выбрали суп дня, ну, потому что суп дня это, как правило, дешевле, он уже идет как комплексный обед. Лена решила отличиться и выбрала луковый суп. Правильно, Лена. Пришла во французский ресторан, съешь порцию лукового супа с сыром, с хлебом. Пусть там тебе пишут, что это колоритно, ты никогда не похудеешь. Но вы знаете, если выбирать между культурой питания Степана и Кристины, это одна крайность, и между культурой питания Лены Хэппи, это как бы другая крайность. Я даже не знаю, что хуже, если честно, для меня было бы. Я не готов, например, питаться порошками, таблетками. Я видел, как Степан изготавливает шейк для Лены, банан, а дальше порошки какие-то, добавки. Ну, это отвратительно, это не аппетитно. Я бы лучше в гости к Лене сходил на ее стряпню и на ее сырные салатики с чесночком. Знаете, вот серьезно я вам говорю, я вообще считаю, что Лене не нужно меняться. Но в смысле как не нужно меняться? Меняться-то нужно. Лене нужно похудеть для здоровья. Лене нужно более быть экономной. Это я все понимаю. Я имею в виду, что не нужно меняться вот в своем отношении к людям. То есть, когда к Лене приходят гости, она сразу накрывает поляну. Даже работники, грузчики, которые занесли ей стиральную машинку или что там было, кондиционер, я уж не помню, она им накрыла. Марина нова приехала, она все равно нашла что-то, какие-то лакомства для мальчика, сладости. Хоть у нее и не было приготовлено ничего, она все где-то раздобыла, все где-то нашла. Мне это симпатизирует. Обычно мы Лену критикуем, да? Но вот посмотрев на другую крайность, на этого Стива, на эту Кристину, я понял, боже мой, как у Лены все по-домашнему. Мало того, она эту Марину нову сыном накормила, напоила. Не говорила им, что у меня только вода из крана с фильтром. У меня и чай, и кофе, понимаете? Так она еще в дорогу им дала мешок продуктов. Вы представляете, вот Стива, который бы отдал мешок продуктов кому-то. Ну, это вообще уму непостижимо. Поэтому нет, вот это более по-нашему, знаете, хлебосольно. Единственное, не нужно, конечно, перегибать палку. Во всем нужна мера. Далее не нужно привести себя в порядок. Прежде всего, для себя самой, любимой, понимаете? Для того, чтобы не болело нигде ничего, чтобы не было дышки. Но вот бросаться в такую крайность, когда нужно поститься, когда нужно все время голодать, когда нужно запивать торт с кремом, холодной водой из-под крана, пусть даже и через фильтр. Ну, вы понимаете, это извращение. Я бы так жить не смог. Мне такие крайности не нужны. А выхлоп тем более какой? Ну, я понимаю, действительно бы что-то там сверхъестественный результат. Ну, два скелетика. Что Кристина, что этот Стив. Ничего хорошего, красивого я не вижу. Две скряги. Ну, Стив, конечно, похуже. Ну, Кристина тоже, в принципе, от него недалеко ушла. Кристина не фильтрует базар, аскорбляет гостью. Ну, из-под тишка вот такие вот комментарии у нее проскальзывают. И Лена уже сказала, что если бы это был другой человек, я бы очень обиделась. Ну, представьте, вам за столом говорят большому кораблю, большое плавание, и ставят перед вами тазик. Тогда как все едят из наперсточков. Ну, вот как бы вы отреагировали? Тем более при посторонних людях. Я тоже считаю, что это было бестактно со стороны Кристины. Ну, я так понимаю, Кристина-мотиватор не особо славится своими изысканными манерами, но чувствуется, что в Лене уже растет вот это вот негодование. Ее начинает все напрягать. Она уже подустала и от Кристины-мотиватора, и уж тем более от Стива. Лена оживает, когда в доме никого нет, когда она одна, когда там тишина, когда Стив там не трясет своими пробирками на кухне, понимаете? И мне кажется, что Лена уже с удовольствием и с большим нетерпением ждет момента, когда она оттуда свалит. Хотя в предыдущем еще видео она говорила, что Калифорния ей очень нравится, все ей в Калифорнии нравится. Но Калифорния прекрасна, спору нет. Хотя Калифорния тоже разная бывает. Ну, прекрасный штат, ну, очень дорогой штат. Тут спора нет никакого. Но вы понимаете, все зависит от того, как вы там будете жить. Если Калифорния равняется проживанию в условиях Стива, то замените расстрелом. Да нафиг такая Калифорния не нужна. Лучше уж тогда сидеть у себя во Флориде, в деревне. Ну, есть то, что ты хочешь, ограничивая себя разумно, порции накладывая, да? Ну, по крайней мере, никто тебя не будет гнать голодный там куда-то, подсыпать тебе какие-то порошки. Порошки, вы знаете, это не жизнь. Это не жизнь. Я считаю, что Лене подход к жизни в плане гостеприимства, в плане приема гостей хлебосольного, Лене, конечно же, не нужно менять. Нужно оставаться всегда такой. Это более человечно. Я не представляю, как можно вообще проживать с таким роботом, с таким неприятным, с крягой, как Стив. Степан – это просто нечто. Я не представляю, какие такие подружки. Кристина Мотиватора мечтают о встрече с этим Степаном. По-моему, оттуда нужно бежать, роняя тапки. Ну, а вообще Степан, я так понимаю, что Лена все-таки приехала туда за советами, то есть она заплатила этому коучу за то, чтобы он научил ее уму-разуму. Так вот, Лена, значит, сидит за столом еще до этого тортика, положила себе рису. И вы знаете, Степан упрекнул ее рисом, ложкой риса. Сказал, что Лена слишком много риса себе положила. Представляете, вот как с этим можно жить? У меня просто в голове не укладывается, что так люди живут. Мне кажется, это так тошнотворно. Не знаю, может быть, кому-то это нравится. Но когда вас попрекают ложкой риса, ну, это, по-моему, уму непостижимо. Меня не удивит, если, насмотревшись всех этих ужасов в доме Степана и наслушавшись этих проповедей, а Степан действительно ведет себя как проповедник, пока Лена с Кристиной едят, он становится во главе стола и начинает проповедовать, рассказывать, как есть, как пить. Действительно, какой-то культ образовался вокруг этого Степана. И мне кажется, что наслушавшись и насмотревшись всех этих ужасов, Лена вернется домой и, наоборот, начнет еще больше есть, поняв, что, боже мой, какое же это счастье, что ты свободный человек, и ты можешь есть и пить, что хочешь. Ну, а вообще Степан все время гонит Лену читать какую-то литературу, в интернете что-то читать, описание того или иного продукта и препарата. Ну, во-первых, если самому все читать в интернете, нафига этот гуру нужен, да? То есть гуру приходит, чтобы он тебе что-то там ценное рассказал. А если тебя просто заставляют сидеть в комнате и читать, 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 то нафиг он нужен, этот гуру. Ну, и вообще Лена как-то все время связывается с такими мутными типами, с такими мутными персонажами, которые ее все время вербуют. Что в Турции ей подсунули мешок с книгами, которые она должна была прочесть и пересказать, то теперь в Калифорнии опять на нее обрушились книги. Только в этот раз Степан, конечно, не отдаст ей эти книги, он удавится за книгу. То есть Лене дают только прочитать главу и вернуть книгу. В этом смысле в Турции люди были более щедрые, вручили ей мешок с книгами, которые она должна была перевезти через океан, бесплатно. В общем, не знаю, зачем Лена связывается все время с какими-то странными типами, с мутными типами. По-моему, все то, что Лене нужно знать, она до этого может дойти сама. Ну, господи, неужели женщина не знает, как экономить? Особенно женщина, которая прошла 90-е в России, да? Она женщина, которая вырастила двух детей. Ну, разве не может женщина понять, как вот обустроить хозяйство, чтобы все функционировало? Что касается похудания, и тут никакой гуру не нужен. Лена же не хочет быть такой усохшей, как Степан и как Кристина. Ничего красивого в этом нет, как мы уже с вами поняли. Ну, это выбор каждого. Если человек себя прекрасно чувствует в таком теле, то хорошо. Хорошо, ну, не обязательно. Женщина может быть и пухлой, и пышкой, и красоткой в то же время. Просто нужно найти баланс, нужно найти тот вес, в котором вы себя чувствуете комфортно. Конечно, у Лены случаи, когда это уже сказывается на здоровье. Ну, не надо из крайности в крайность. Что теперь Лена перейдет на порошки и будет скупать в интернете печенюшки, вот эти вот химические, которые показал ей Степан, который он покупает в интернете, типа, откусил и голод пропал, куда-то улетучился. Нет, конечно, нужно просто, нормально, домашнее питание, но не обжираться на ночь тортиками и все. Поэтому я не думаю, что Стив – это судьба Лены. Потому что Лена в одном из своих видео последних спросила, задала такой риторический вопрос, общаясь с нами. А может быть, Стив – это судьба? Может, действительно, сейчас я, наконец-таки, начну худеть? Конечно же, нет. Конечно же, нет. Скорее всего, эффект будет обратный, реакция будет обратная, потому что после всего этого ужаса, через который Лене пришлось пройти, вряд ли она захочет идти таким же путем. Ну, тут даже дело не в похудении и в похудании, а дело в том, что Лена подустала от комментариев язвительных, что Лена уже подташнивает немножко и от Кристины, и от Степана. Слава богу, что она оттуда скоро уедет. Если бы она осталась там на пару недель, то они бы точно все там разосрались. Лена бы не стала молчать, потому что Кристина продолжала бы ее подкалывать, а Лена не может молчать. Лена обязательно бы ответила и поставила бы эту Кристину на место. Как говорится, вот и дружбе конец, а кто слушал – молодец. Ну, часто такое бывает после очередной коллаборации. Ничего хорошего из этого в основном не получается. Вот, в принципе, и все, что у меня было по Лене Хэппи и ее визите в доме бывшего мужа Кристины, мотиватора Стивена, Стива, Степана. Если у вас есть замечания, комментарии, пожалуйста, пишите. Я с удовольствием все прочту. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы, берегите себя. И до новых встреч на моем канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok